Главной темой конференции, которую мы провели в эти два дня, стало то, как мы сможем решить проблему наркомании, которая распространяется стремительно, будто эпидемия. И возможно ли это? Вы направляете их в тантру, чтобы открыть перед ними более высокие уровни блаженства, для отбрасывания других вещей или как? Сможет ли это нам помочь в преодолении этой большой эпидемии? Если я скажу это, я буду очень непопулярен в Соединенных Штатах, я думаю, что ваша забота об этих людях является чрезмерной. Если вы продолжите это делать, эти люди никогда не вырастут. Вы обращаетесь со взрослыми, как с детьми, и это неправильно. Видите ли, им уже надоела школа. Понимаете, когда вы говорите о зависимости, в первую очередь это воспринимается как руководство к действию. Как вы уже сказали, 80% опиоидов потребляются в Соединенных Штатах 5% населения. Очевидно, что есть много людей, которым это не нужно. Лихорадка, использование морфия при потере конечностей в результате военных действий или несчастного случая — это совсем другой уровень боли. Это иная ситуация. Но с остальной болью вы должны быть способны справиться сами. Если у вас заболел живот, вы хотите принять опиоид. Я говорю о незначительности этой боли. Это можно спровоцировать. Это может быть и коммерческая заинтересованность со стороны, но я не буду рассматривать эту сторону вопроса, потому что я не знаю деталей. Хотя здесь определенно присутствует коммерческая заинтересованность. Но в целом культура становится такой, что взрослых лечат, как детей. И взрослые ожидают, что с ними будут обращаться, как с детьми. Со стороны докторов, правительства, общества. И это повсеместно. Пришло время вырасти. Хорошо. Мы должны помнить, что если мы сделаем определенные вещи, то в теле возникает боль. И это естественно. Чувство боли жизненно важно для нас. Предположим, вы идете по улице. Рядом едет велосипед. Если вы шагнете под колеса, вследствие этого будет боль. Не так ли? Если бы не было боли, вы бы могли даже прыгнуть под грузовик. Поэтому все должны понимать, что боль — это следствие вашей глупости по отношению к себе. А потом кто-то дает вам эпиоид, от которого все в кайф. Постоянно. Это неправильно. Я думаю, что это прежде всего неправильно рассказывать людям об этой возможности. Если в результате военных действий человек получает тяжелые травмы, это боль другого уровня. Это другое. Но сейчас вы получаете эпиоид даже при небольшой боли. И эту часть культуры нужно изменить в первую очередь. Я не думаю, что люди сознательно откажутся от этого, потому что это приятно. Они не станут это менять. Я думаю, это можно изменить законодательно. Я знаю, что будет много протестов, но еще 15 лет назад всего этого не было. Разве нет? Не? И все эти люди как-то умели справляться сами. И через 15 лет они тоже научатся. Есть определенные случаи, где это может быть уместно. Но проблема в том, реальная проблема, что никто не знает мою боль. Понимаете? Как вы можете судить о моей боли? Для меня она невыносимая. Но вы думаете, что ничего страшного в ней нет. И этот аспект присутствует всегда. Это субъективный аспект, который мы должны оставить на суд врачам, я считаю. Но закон, который регулирует эти ситуации, должен быть ужесточен. Вы не можете просто так раздавать конфеты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok